У нас 1 октября, а заканчивается 30 июня, в этом году, например, 4 июня. Это у нас один курс, это взяли год, мы это разделяем на два семестра. Зимний и нет них. Да, это до июня. Это у нас... Вот так. На то, что я слышу. Кроме обучения, у нас есть студенческая деятельность, у нас занимаетесь ли уроки? Да, конечно, есть большие возможности, просто у нас есть и отдельный наставивный институт. В нем, я думаю, что более ста всяких возможностей есть. Командные игры, собственные йога, танцы, бокс. Можно еще показать вам. И потом, конечно, есть собственный театр и немецкий английского говорящих. В принципе, большие возможности. Скажите, а сколько лет вы изучаете в языке? Вы просто так хорошо общаетесь? Интересно. В принципе, я особый случай. Студент по обмену. Приехал с Латвии, не зная немецкого. Только bitte danke auf Wiedersehen. И, в принципе, я один год учила немецкий, а потом уже пошла на географию. И, да, я сама из Латвии. Но в школе я не изучала русский. Что-то у нас это не актуально. Мы протестуем таким образом. И в Клавенкорде я начала изучать нормально русский. И в русском языке это сейчас будет 4 года. Я тоже цепь в этом году. Да, я на 5-м. Ну, у нас очень хорошо преподается русский язык. Надо тоже отдать данные нашим профессорам. И у нас есть большие, много программ, где мы едем по обмену в Россию, в Украину. Наш университет еще и Харкор. И мы надеемся в будущем, что будет тоже Харсона. А вы только в Украине? В России? Нет, в России у нас и в Омск студенты, и в Украине. И мои коллеги были тоже в Омске. Я была 4 месяца в Омске. И у нас была одна детная школа в Украине 2 года назад. И я была полгода в Харкорде. И очень всем все понравилось. Сколько можно доехать Бастырь? Нормальный хороший вопрос. В принципе, мы приехали за 300 евро туда и обратно. Поезд? Нет, самолетом. И, в принципе, насколько я уже слышала, можно и за 100 евро. Столько надо заранее уже просмотреть эти все самолеты подешевле. В принципе, не так уж и легко. В принципе, есть отдельно бюро, где можно зарегистрироваться. И они все время дают информацию, но, в принципе, официально нет. Но есть возможность. И у нас есть бюро, где разные объемы. Но есть европейские программы, например, Erasmus. И есть... Просто мы начали говорить про то, что есть еще и возможность, и наверняка вы тоже можете это использовать. Это Erasmus программа, где даются просто стипендии на полгода, на один семестр. И, конечно, я все время это говорила, что мы составляем сами программы, чтобы мы могли свое время как бы организовать. У нас очень многие работают по вечерам просто официантами и так далее. А у вас все обучение планы или нет? Это государство, это еще государство. Стипендии. Просто самому нам есть стипендии. И мы за, как я уже говорила, за три года, за пять лет, если мы официально время используем, то нам... Это государство платит? Да. Оно бесплатное тогда? Мы платим 20 евро. Это как бы... Это... Это прав, союз, нет, по-другому, как он добавит прав. Ну, в принципе, это 20 евро символически получается. Это как членский взнос, что я с дуги отпустила. Да, и это три года сейчас только. Платят 20 евро. Раньше мы платили все. Так что пользуйтесь возможностей. На лифтоке для члена Евросоюза. Да. Да, к сожалению. Ну что, вопрос закончен, что ли? Да. Я предлагаю нам все вместе поблагодарить наших гостей. Спасибо. 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 Наташ, подержи, будь. Спасибо. Спасибо. У нас есть большой фильм, но мы покажем вам все время до санка. Видимо, очень красиво и интересное, поэтому мы смотрим более-менее. Самые красивые уголки планеты – Австрия. Некогда существовала империя, в состав которой входили земли в Восточной Европы от Альпийских гор до Черного моря и границ России. Порайон вне династии Гамсбургов. И эта страна... После Первой мировой войны Австрийская берия распалась, но несколько маленьких горных провинций объединились. Сейчас нации построили новую страну. Теперь этот край утопает в зелень и пышных лесов, а его жители окружают без... Когда-то здесь был древний римский торговый имячество в России. Маленький историчный городок Фарагнберг несколько столетий был скорее частью соседней Швейцарии, нежели Австрии. Слушатели наслаждаются оперой включений, а в это время у чрезвы горящего солнца... Когда эти звучат истины с больницами тянулись вдоль города, что здесь носившее имя Австрийская берия, помогало присоединить земли к Австрийской берии. До 1925 года единственный путь, соединявший геребушки с внешним небом, лежал через Искринскую горные топы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна лыжа. Турнир четырех франклинов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда выпадает снег, этот волшебный пейзаж перерожается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В высоко над долиной простирается совсем другой мир. Он стал первоклассным туристическим центром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Две тысячи лет назад этот ледяной безумный край внушал почти что вселенский страх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА